Ты будешь работать с этим садистом? Ты будешь с ним работать? Ну, конечно, Артуру, с ним. Только не надо так говорить. Не называй его садистом. Ты собираешься работать с человеком, который тебя обидел? А твоего брата чуть не засадил за решётку? Да, кстати, я хотела поговорить с тобой об этом. Меня очень беспокоит обвинение против левши. Что ты знаешь об этом деле? Оно мне кажется очень странным. Конечно, очень странно, но дело не в левше. Дело в тебе. Тебя не удивляет, что этот человек тебя оскорбляет, а потом предлагает работу? Послушай, хватит, Артура. Ты что, меня считаешь ненормальной? Нет, я ничего о тебе не говорю, ничего. Я хорошо тебя знаю. А вот ты не знаешь, что это за человек. А точнее, отлично знаешь. Он садист, бабник. Как ты собираешься с ним работать? Как? Я не понимаю. Послушай, Артура, я взрослая женщина и прекрасно знаю, что делаю. Я смогу постоять за себя, а пришла я только сказать тебе, что нашла работу и думала, что это тебя обрадует. Но как вижу, что ты, мой друг, не веришь в мои способности, не веришь в меня. Я могу позаботиться о себе сама и докажу тебе это. Вот увидишь. И даже если этот человек садист, не он, никакой другой мужчина не сможет взять надо мной верх. И нет ничего странного в том, что я нашла работу и хочу добиться успеха. Ну ладно, хватит. Все, все, все. Я все отлично поняла. Так дело не пойдет, я ухожу. Надеюсь, еда тебе понравилась больше, чем известие, что твоя приятельница, Габриэла Грубер, нашла работу. Габи. 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 Что я такого сказал? Этот тип мне кажется садистом. Он и есть садист. Конечно, садист. Да что ж такое, конечно, садист. Кармен, пожалуйста, проводи синьора. Мария, София, надеюсь, синьор прекрасно проведет вечер, да? Я уверена, что сегодняшний вечер удастся. Все девушки заняты. Нет, не все. Вот еще одна. Такая красивая, красивая. Ты здесь новенькая? Да, она новенькая, еще не начинала. Она уже прекрасно знает, что к чему. Если тебе что-нибудь понадобится, она во всем поможет. А в будущем она может стать твоей правой рукой. Ты ей будешь помогать. Правда, Линда? Ромиро. Малыш. Ромиро. Просыпайся, дорогой. Любовь моя. Ну, держись. Давай, вставай. Пойдем в постель, дорогой мой. Хороший же пример ты подаешь ребятам. Ну, иди, иди, а то они тебя увидят. Вставай. Отстань, я сам могу идти. Сам. Отстань от меня. Иди, дорогой. Поднимайся. Не трогай меня, Аня. Я сердит на тебя. Я тебе это еще припомню. Что-то устроила в баре. Ты думаешь, я ничего не помню? Выставил меня на посмешище. Перед всеми моими приятелями. Запомни. В этом доме я ношу брюки. Запомни это. Ну, конечно, дорогой, ты носишь брюки. Я не спорю. Но все-таки иди, милый. Я прошу тебя. Не трогай меня. Не прикасайся. Ну, дорогой мой. Ой, внутри у меня так и горит. Черт, пожалуйста, какая мне разница? Мне все равно, увидят они меня. Нет? Тише, не кричи, умоляю тебя. Я хоть и кричу. Я настоящий мужик. Вы должны меня уважать. Вот так. Уважайте меня. Да, канцелло, мы шутим. Да, мы шутим. Конечно, дорогая, конечно, шутим. Мы шутим. Мы шутим. Понимаешь? Шутим. Ладно, спать хочется, пойду лягу. До свидания, дорогая. До свидания. Спокойной ночи. Дорогая моя, солнышко мое, понимаешь? Рамира просто пошутил. Ты не подумай чего-нибудь другого. Ну, просто он... Убери, пожалуйста, эту скатерть. А я пойду спать. Спокойной ночи. Что ты сказала? Что сказала? Ничего особенного. Что? Счастливых тебе снов, мамочка. И тебе счастливо. Синьора Линарес, к вам синьора. Спасибо, спасибо. Принесите синьоре что-нибудь покрепче. Все это так романтично. Мне очень нравится. Я чувствую себя, как Ингрид Бергман в Касабланке. Пожалуйста, Роксана. Это не романтическое свидание. Нам надо серьезно поговорить. Ты знаешь, с кем я провел весь день? С твоим мужем. И знаешь, что мы делали все это время? Он буквально плакал из-за того, что ты ему сказала. А я уговорил его. Доказывал ему, что этот соперник, то есть я, именно я, не существует. Представляешь, каково мне было? Роксана, я чувствовал себя лжецом и идиотом. И знаешь почему? Потому что тебе пришла блестящая идея сказать мужу, что у тебя есть другой мужчина. Только скажи мне, кто этот мужчина? Я? Нет уж, извини, со мной этот номер не пройдет. Роксана, я не буду этим мужчиной. Если ты недовольна своим браком и тебе не нравится твой прекрасный муж, разойди с ним и выйди из игры. Только не впутывай меня в свои семейные дрязги. Поняла? Ты извини, Роксана, не принимай это близко к сердцу. Постарайся понять меня. Но это было так неприятно. Меньше всего мне бы хотелось стать участником мелодрамы. Хорошо. То, что было, то было. У нас был молчаливый договор проводить вместе время, наслаждаться жизнью, дарить друг другу радость. Именно радость. И никаких проблем, никаких сантиментов. Радость, секс, вот и все, что я могу дать. Вот и все, на что может рассчитывать со мной любая женщина. Только это. Ясно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...